ОМТВЮА про Головне. На третьем году идущий по плану так называемой СВО сумасшедший ГБшный сморчок гордится тем, что привез линию фронта в каждый дом. Он призывает всех жить в условиях вечной войны и вечной мобилизации. При этом все высокое начальство, многочисленные пропагандисты, а также их родственники и обслуга будут мобилизованными у себя в московских гостиных. А холопы из провинции будут мобилизованы по-настоящему и пойдут умирать и калечиться на настоящую линию фронта, а не в уютную телестудию. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Продолжаем публиковать ролики, в которых военнопленный армии РФ изъявляет желание служить в РДК. Рядом со мной командир РДК Денис, он беседует с людьми, которые не хотят возвращаться на родину. Когда ты попал на войну? На войну я попал 20... Ну, контракт подписал в 23-м году, где-то в декабре, в конце. Но исчисление контракта пошло с 29-го января, как нас вывезли из зоны. 29-го... 24-го года. 24-го года, да. Короче, 29-го января 24-го года этого текущего ты покинул зону. Да. Когда ты попал в плен? Так, 29-го января у меня как нас забрали, 29-го февраля нас повезли в Орловку. До этого был типа Полево? До этого все, да. Три недели одного полигона, потом в Донецке полигон. Назови подразделение, в котором ты служил. В первые три недели нам говорили, что 137-я бригада Екатеринбург. Потом повезли на другой полигон. И там уже сказали, что забудьте 137-й, вы теперь 114-я Донецка. Понял. По сути, не важно. 114-я. Хорошо. 29-го февраля привезли уже в Орловку. Дальше что? Первый штурм когда был? Вот, 29-го февраля привезли нас на завод на Коксахим. Утром. Где-то днем на 5-ти БМП посадили, повезли в Орловку. И попал в плен? Повезли в Орловку, нет. Попали под обстрел. Первая БМП на ТМ-ке сразу подорвалась. Хорошо. Никого не осталось. Вторая, третья, вот я на третий ехал, проскочили как-то. Должны были на правую ехать, а поехали 3-бэхи прямо. Вот 4-я, 5-я поехали на правую, их с РПГ расстреляли. Вот, как-то так. Первый день мы где-то по подвалам там все на первой улице. Пытались найти друг с другом. Собралось где-то человек 25, может. Это выжившие со всех 5-ти. Сколько человек поехало? 57, по-моему. А, мы эту историю слышали. Это был твой подельник, да? Назовем это так. И выжило вас в итоге 4. Ну, думаю где-то так, да. Ну, он говорил 4. Да, он назвал 5-ти. Или сколько? Ну, что, полностью с роты? Да. Или сколько? Ну, мы заходили в Орловку, получается, первый день, 28-го числа 50 человек заходило. Они только до подхода к Орловке дошли. И на коксохимии я видел, ну, человек 10-3 сотых. А остальные все? А остальные все там остались. Из 50-ти. Хорошо, дальше. И вот из нас, получается, ну, да, где-то 4-4. Из 10-ти семи. Из 50-ти семи, да. То есть, а, так он не рассказывал про первую роту. Ну, то есть, рота это была... Рота 107 человек. А, все. Короче, из 107 человек, получается, выжило 4... Со второй партии человек 10-й, может. Трех сотых. Потому что про первую партию он вам не рассказывал. Все свои в чеки. Это вы за два дня уработали, да? Ну, в плен попали где-то 3-4 марта. 4-го марта. 4-го, наверное, да. Потому что 3-го марта нам дали команду. Все двигались. Сначала говорили, до 5-ти утра все идите штурмуйте улицу. Мы говорим, ну, это невозможно. Время 3 часа ночи. У нас ни ПНВ, ни теплоков, ничего. Мы не можем идти. У нас в доме 14 человек было. 9 из них трех сотых. То есть, 5 человек. Все, все отказались. Нас сказали, что объявят нас пятисотыми. И, ну, так намекнули, что ждите, за вами группа уже вышла, короче. И группа эта будет вас не спасать? Ну, не спасать, да. Обнулять. Да. И вас идут обнулять. Да. А были такие факты, что кого-то обнуляли? Ну, лично не видел. Ну, да, он, по сути, на войне один день был. Ну, то есть, приехал, 4 дня. И в бой. Ну, да. Войны и блядь. Да, эта история у нас уже была, поэтому повторять ее в деталях бессмысленно. Кому интересно, как развалили там эту банду 57 человек. Это же в этом перебегали в Оля, да? Да, да, перебегали в Оля. Я вам в двух словах расскажу. Вышла 57 на Бэхе, поехала. Бэхи поразваливали. Выжившие сбились там в один дом. Потом он тупой приказ перебежать поле. Выбежало сколько там человек? 14, по-моему. Добежала половина. Половина, короче. Потом, ну, там трешняк, ну, где именно жесткая. Все, ты попал в плен. По сути, дальше, кто тебя взял, не имеет значения, где ты находился, не имеет значения. Но имеет значение то, что перед тобой командир РДК Денис. Ты изъявил желание с ним поговорить. Поэтому, you're welcome. Для нашей англоговорящей публики, да? Для нашей англоговорящей публики, you're welcome. Смотри, ситуация простая. Я должен понять, кто передо мной сидит, почему ты хочешь пополнить наши ряды. Я должен понять, что ты не просто пытаешься нас обмануть, да? И соскочить с плена, в котором ты сейчас находишься. Я хочу понять, услышать мотивацию, да? Я хочу услышать взвешенное решение взрослого человека, который его для себя как минимум принял. Если бы я был твоим потенциальным работодателем, ты был бы соискателем вакансии, да? Вместо бойца РДК. Что ты можешь мне предложить, чем ты хорош, твои сильные и слабые стороны? Ну, могу сказать, что я не глупый раз получил высшее образование. И вообще не показательная тема, и утвердил меня. Можно, да. С другой стороны, если бы ты был не глупый, ты бы не оказался в тюрьме? Да, тоже. Я про это только что сказал. Ну, хочу изменить, как-то стану. Так. Потому что... То есть ты понимаешь, что мы не просто воюющее подразделение, мы нацелены на смену строя на нашей Родине. И русский Доборосий корпус – это не просто военная организация, это все-таки военно-политическая организация, да, в рамках которой мы однозначно нацелены на возвращение на нашу Родину. Но уже, естественно, с оружием в руках, чтобы путинским собакам противостоять на равных, как минимум. Да. Просто даже то, что... Хочу выразить свое восхищение, что в Белгороде заявили о себе, это, ну, мне кажется, самая масштабная, крупная акция. На данный момент пока, да. Которая раньше все только могли мечтать. Да, да. И мы об этом тоже раньше мечтали, видишь, и мечты наши сбылись. Потому что, в принципе, как ты правильно понимаешь, все ребята правых взглядов, правых националистических взглядов, они, в принципе, всегда были в оппозиции власти. Которая у нас, к сожалению, уже больше 20 лет не меняется. Поэтому, естественно, мы к ней всегда находились в оппозиции. Тот же Макс Тисак был хороший мой товарищ. И, безусловно, его насильственная смерть в Челябинском СИЗО... Я там сидел. А, ты даже там был, да. Она тоже одна из причин, по которой я веду эту войну. Это такая уже моя личная причина. Месть за него. И за его убийство. И за пытки, которым его... Убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно. Лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путина. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США. И Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция.